здравствуйте друзья я с утра отвечаю на вопрос о соотношении текстовой информации и визуальные вот видео информации потому что вопросе человек говорит обороты набирает youtube люди все больше и больше значит смотрят видео и меньше и меньше читают книг поэтому как-то вот перекос такое получается хотя вот вроде бы книги читать полезнее там и правильней и так далее но я бы так сказал есть есть люди которые просто любят читать книги и если раньше например просто не было другой информации то больше людей читали книги может быть потому что не было альтернативы например вот так же как советское время нельзя было бизнеса иметь невозможно было купить автомобиль там и так далее но соответственно людей не было гаражей у них не было там я не знаю бизнес сейчас можно бизнес значит какая-то часть народу пошла в бизнес и можно сказать они меньше идут в науку из-за этого ну правильно но одно дело когда человек в науку идет потому что ему хочется заниматься наукой а другое дело что ему нет некуда деваться поэтому я думаю что просто может быть сейчас меньше читают в силу того что раньше альтернативы не было поэтому читали больше вот он сидит в метро едет на работу а что ему делать вот он читает газету читают был такой знаете я помню статистический нонсенс организация объемных наций поставила советский союз на первое место как читающего страну был вот список иерархии значит стран по чтению как бы и оказалось я так не сразу понял потому что это не было вот опубликовано так вот явно но потом когда я пошел выяснять как они именно считают это было в килограммах не в страницах не в знаках в килограммах типографской продукции на душу населения а то что вся эта типография государственная работала перепечатывая одну статью в тысячах газет центральных там областных районных даже фабрично заводских там есть много тиражек и так далее это уже как бы не шло в учет поэтому я как бы за статистику такую честную да не не по килограммам а по качеству и количеству возможно прочитано доступа к информации эти страна в которой доступ к информации был нулевой была самой читающей о как интересно ленин когда-то говорил эта фраза она потом много раз там повторялась и так далее в советском союзе что из всех искусств послушайте очень интересно из всех искусств главным для нас является кино почему кино безграмотная страна население которое казалось бы могут дать газету там правда или известия или там чего-нибудь такого плана но они не читают главным является кино потому что происходит визуализация то есть мало того что он может быть не читает а кино может посмотреть но он же еще может увидеть картинку эта картинка делает его как бы соучастником вообще визуализация это страшное дело в советское время уже более позднее вот так скажем который я хорошо помню главным из искусств было телевидение кино подчинялось телевидению потому что по теле и кино показывали по телевидению и вся страна смотрела конечно были кинотеатры тоже там ничего не хочу сказать но телевидение было главное потому что по телевидению шли новости шли концерты шла пропаганда шло как бы втюхивание в мозги того что нужно было втюхивать в мозги то есть главным из искусств безусловно было телевидение youtube в этом смысле он как бы продолжает традицию визуализации да очень важно визуализировать но youtube как бы демократичен то есть вот я повесил видео ты повесил видео он повесил видео раша тудэй там повесила свои видео я не знаю там там какие-то кусочки из фокса и cnn там bloomberg пожалуйста там замечательная и я очень люблю bloomberg тиви так вот к чему я говорю и там пожалуйста такой один демократический канал никто не доминирует особо но это так методы просто меняются методы доминирования меняются тоже можно манипулировать как бы там разными способами что они успешно делают и интернетом манипулируют всем на свете манипулируют что касается что касается информации как таковой мое как бы впечатление я только своим делюсь соображением пришел у меня какой такой научный там вычитанная где-то информацию меня нет значит что я знаю что youtube это известно это опубликовано является вторым по частоте использования поисковиком сегодня после google а другое дело что там никаких таких очень сильных поисковиков уже толком не осталось то что там yahoo какой-нибудь или там microsoft of ski life.com там ну ничего не солидно вот они все поумирали то практически но во всяком случае после youtube и после google идет youtube больше того поскольку и youtube и google это как бы одна компания то youtube интегрирован в google в результаты поисков то есть когда вы ищете что-то и на ютюбе есть какие-то видео которые там к этому делу начали их тоже выкидывают причем в результаты поиска причем выкидывать на самом верху на самом самом верху поэтому если у вас будет какой-нибудь видео которое вот туда попадет в очень почувствовать особенно если это будет какой-то такой знаете расхожий поиск который многих интересует ох как думаешь откуда вот вот у этого блогера там у него там всего там 300 тысяч просмотров из них 250 там на этом видео а вот попала куда-то туда какую-то такую мясорубку и сразу там вот какой-то трафик пошел знаете поэтому да значит текстовая и видео значит действительно растет популярности значительной степени я считаю youtube растет в популярности именно за счет вот этой вот демократизации его и доступа людей к такой информации сегодня который у них никогда раньше доступа не было потому что телевидение сколько там каналов на телевидении но как они там отличаются сильно там я уже не знаю но во всяком случае сейчас мы имеем в тысячи раз больше возможностей посмотреть что то что нам реально нравится если вы посмотрите на тенденции самого телевидения вот но это я пару лет назад не вчера смотрел там писали что только 20 процентов людей в сша 20 процентов смотрят бродкастинг то есть прямую трансляцию вот чего идет по телеку они его смотрят 80 процентов смотрят он демент они смотрят то что они хотят посмотреть они смотрят кино или какую-то передачу какое-то шоу они его могут записать они могут его с интернетом взять то есть сегодня бродкастинг практически можно сказать что он помер ничего такого нет но я не не знаю но может быть там где-нибудь кто-то сей нн смотрит или там fox news вот на этом уровне еще что-то осталось а так нет в интернете все новости чтение ведь более быстрый такой механизм если я хочу допустим потратить 10 минут на то чтобы узнать новости я гораздо больше новостей прочту в текстовом формате чем я услышал например в сей нн или там fox не говоря уже о том что тут сей нн и fox решают о чем мне рассказать а там я могу сам пойти и посмотреть какие новости мне глядут поэтому даже новости смотреть вот на таких новостных каналах уже я даже не знаю как люди которые более-менее активно пользуются интернетом у них даже необходимости такой нет и потребности особо нет я вот по себе чувствую личного не знаю мне нет смысла я даже их fox и cnn я иногда вот захожу там посмотреть что пишут но они настолько неинтересны что про просто там я так две минутки пробежал глазами и пошел есть гораздо более интересные источники где ты читаешь там аналитика хорошая там ли что-то это уж совсем для я не знаю такова не это дело поэтому вот мы продолжаем разговор значит да по соотношений значит я считаю что текстовая информация если мы говорим про новости гораздо быстрее потребляется в текстовый чем чем визуально но тут есть тонкость 1 дело в том что визуальная информация кроме того что это просто развлечение до интертейнер вместо того чтобы смотреть телек люди смотрят youtube это вот вот то что происходит когда он мы слышим в вопросе что люди все больше и больше значит смотрят youtube ну конечно но потому что развлечение вот даже наш канал многие смотрят того тут рам там кофе пьет смотрит наш канал раньше бы он смотрел там программу я не знаю какую-то новостную как по первому каналу если у него только один канал и был так он бы ее и смотрел а шли бы там спокойно ночи малыши он бы их смотрел потому что в это время у него был только один канал и больше ничего было поэтому в этом смысле роль ютюба конечно растет как как развлекуха с точки зрения информации значит что получается еще раз мы экономим время когда мы видим информацию текстовую для чего нам нужна реальная информация визуальная видео информация когда трудно понять чему доверять вот мы смотрим на человека и это уже не так важно что он говорит даже потому что если мы ему не верим если вот у него лицо такое манера такая если ты понимаешь что все что он говорит сознательно построено чтобы тебя на что-то подписать чтобы ты что-то купил или там записался или дал свои координаты они потом перепродадут или там еще что-то такое невероятное количество очень профессиональных очень умелых вот и задач как их назвать каким словом которые норовят чего-нибудь втюхать и и ты на них смотришь и видно что он хочет втюхать это же это же видно как я не знаю что я даже не хочу сказать что не вид жулика нет у него вид человека который хочет втюхать жульничество в той или иной форме уже там присутствует почему потому что она может например присутствовать в форме того что он рассказывает о положительных качествах чего-то и не рассказывает об отрицательных пойти он он начинает манипулировать информацией он какие-то делает смысловые ударения глаза там начинают у него там гореть но не ненатуральным светом или там он начинает как бы сказать создавать ощущение anxiety то есть вот срочно если сейчас ты не если не сейчас то уже я не знаю там что вот он тебе дает там скидку что ты прям вот если сейчас подпишешься тебе скидка если там не сейчас подпишешься то нет но это видео уже год лежит и это течение года если ты сейчас подпишешься значит каждый день он там действует я к чему рассказываю что когда вы видите человека живого вы гораздо лучше ориентируетесь доверять ему и или не доверять тот факт что мы с вами сегодня существуем вот можем пообщаться там голосом или там через видео или там письменно и так далее то что мы сегодня существуем это результат того что было много-много поколений сотни не знаю там сколько там этих поколений до нас которые прошли школу выживания вот если допустим у вас паучок по шее ползет и вы раз по шее хлоп почему потому что потому что были люди которые не хлопнули по шее но они не дали потомство она не дожила до сегодняшних дней давайте а раньше человек когда жил вот на природе там по ему все время как дрянь ползал поэтому у нас встроены эти механизмы мы даже не осознаем почему так мы видим что ты говорим это не то может быть мы через час или там через месяц сможем сформулировать почему это не то но нам не нужно формулировать мы мы на уровне вот том который там заложен в наших генах в нашем подсознании вот вот мы на этом уровне отличаем правду от неправды искренность от неискренности там спекуляцию от от честности и так далее поэтому youtube в частности значит позволяет людям которые ищут ищут правду ищут что-то ну субъективном понятии правда вот они ищут что-то что для них правда и вот они смотрят на человека и говорят этот человек заслуживает доверие вот вот собственно и все что в принципе определено тем кто смотрит потому что один и тот же человек у одних вызывает доверие у других не вызывает и наоборот поэтому вычек свою правду ищет я когда-то только только мы приехали и я вышибал и подрабатывал в магазине кожаных кортек ну так это условно но просто стоял присматривал и кроме меня там был еще владелец магазина такой мужик лет сорока пяти любил поговорить а чего и не поговорить когда сам за день 10 человек заходит весь магазин его в общем мы с ним так много потрепались и он однажды как-то так значит мудрость сказал но из него всеми какие-то афоризмы такие сыпались несложные но вот он говорит вот скажи гид майкл как отличить умного человека от глупого я говорю как вам это я тебе скажу умный человек это тот кто с нами согласен ну или мы с ним и она как бы очень смешно в принципе то что рассказал но с другой стороны это абсолютная сермяга жизненная кто честный вот кому мне хочется доверять вот тот честный вот все говорят 100 долларов стоит там 110 стоит 95 стоит жулики а вот этот говорит то же самое но за 30 лет вот этот честный почему честно пишите хотелось чтобы было дешево вот он вот ты попал и многие люди они так всю жизнь и как бы сколько раз не попадет столько раз значит он повторяет то же самое вот как женщина которая всегда выходит за алкоголик там четвертый муж четвертый алкоголик поэтому это отражение нас но во всяком случае у нас есть возможность выбрать из многих многих отражений выбрать отражение себя в конце концов каждый человек имеет право и заслуживает иметь выбор вот такой какой он делает в конце концов это его путь и никто не вправе ему там навязывать какой-то другой путь значит хочет ошибиться пусть ошибется не так плохо все все не так плохо может быть следующий раз он лучше поступит это его как бы learning curve да это его так сказать кривая роста жизненного значит вот это youtube вот это youtube я могу сказать что с точки зрения содержания когда я смотрю многие вещи я в ужас прихожу от того сколько там просмотров и какие чудови какую чудовищную информацию там люди подают ну то есть насколько она не то что неверная мне мне без разницы но просто я начинаю представлять если кто-то последует этому совету то какой колоссальный ущерб ему будет нанесен там и материальные моральные там и так далее меня в глазах темнеет но с другой стороны слушайте у нас же нет не советский союз что там отдел пропаганды цк кпсс будет решать там чего печатать чего не печатать в конце концов человек имеет правду ну если он допустим сознательно будет заблуждение с целью наживы и так далее ну значит есть прокуратура есть суд есть там пострадавшие система борьбы с этим делом вот если он как бы искренне заблуждаются он имеет право искренне заблуждаться что такого поэтому слава богу в таком мире живем где есть и google и youtube и газеты и газеты там можно купить ее бумажную а можно подписаться на журнал он будет приходить пойти а можно в киоске с утра покупать а можно ну я там не знаю тот же журнал там смотреть его веб-издание сейчас очень много веб-изданий которые платные вот тот же журнал экономистов я очень люблю иногда почитать так вот если начинаешь слишком много читать они говорят подпишись вот там заплати и так далее то есть можно подписаться на веб-версию экономия значит деревья остаются целыми ну и давайте раз уж я на работу прибыл я вам расскажу на прощание анекдоте на эту тему идут с ну советского времени я думаю современные вы и без меня знаете а я вам так вот оттуда из архива значит идут два мужика по улице и стоит газетный киоск союз печать и мужик дает там сколько там три копейки или четыре берет газету известия там допустим или правда я не помню очень берет газету смотрит на нее и выбрасывает в ворну в мусорник и тот и второй спутник его она могут послушать это если ты не читаешь газеты что-то покупал он как я читаю но я просто читаю специфический материал я читаю некрологи вот остальное мне не интересно потом выгодно послушай год но но некрологи печатаются на последней странице от ее даже не развернул это тот кто мне нужен будет на 1 вот такая друзья у нас с вами история счастлива студенты идут думаете это кто это наши студенты с разных сторон одни оттуда одни отсюда давайте мы на эти уже прошли а женщина там идет мы помашем ручкой она даже не смотрит на нас мытью вот такие студенты у нас друзья такие они заняты хотел ручкой помахать чтоб она вам тоже в ответ значит она на нас даже не посмотрела все теперь уже точно счастлива и до новых встреч